Всем привет! Это вторая часть нашего путешествия по Кипру. Здесь мы расскажем и покажем, что можно посетить. Платные и бесплатные достопримечательности, которые смогут добавить новых эмоций и узнать побольше о истории Кипра. Вас ждет небольшая историческая справка, а также путешествие на диване. Итак, погнали! Отправляемся в археологический парк Пафоса, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он расположен недалеко от порта. Представляет собой археологический музей под открытым небом с множеством уникальных локаций, среди которых раскопки античного города Неопафоса, здание 2 века, храм Асклепия, бога медицины и развалины других сооружений, а горы Адеона. Входной билет стоит 4,5 евро за одного человека. Пенсионерам по предъявлению пенсионного, вне зависимости от страны проживания, скидка около 50%. После покупки билетов вам дадут брошюрку с информацией и картой, где расположен каждый объект. Первым нас встречает дом ЭОНА. Большая часть комнат была украшена напольными мозаиками. Лишь в центральной комнате дома, служившей столовой и гостиной, была размещена мозаика с мифологическими сюжетами, датированная второй половиной 4 века. Стены дома были украшены фресками. Отдельные фрески восстановлены и размещены в археологическом музее Пафоса. Восстановлена и одна из стен. Предполагается, что в ее нише находилась скульптура. Картины в средней части мозаичного пола представляют состязание в красоте между Кассиопеей и морскими нимфами Ниреидами. Одна из двух частей мозаики – морская. В центре помещена фигура бога вечности ЭОНА, олицетворяющего правосудие. Выше нанесены изображения Кассиопеи и трех красивейших дочерей – Нереи, Далатеи, Дориды и Фетиды. Олицетворение суждения одевает венок на голову победительницы – Кассиопеи. Проигравших Нереид морские божества уносят в глубины моря. Выше за состязанием наблюдает Зевс и Афина. На верхней левой картине мозаики представлена встреча спартанской царицы Леды с Зевсом. Согласно мифу, Зевс был поражен красотой Леды и, представ перед ней в образе лебедя, вступил с ней в брак. Затем Леда принесла на свет два яйца, из которого вылупилась Елена Прекрасная, а из другого – близнецы Диаскуры. Картина изображает купание Леды в реке Ерод, олицетворяемой вечным богом. Рядом с царицей олицетворение Лакедемонии и три молодые спартанки. Изображение Зевса в образе лебедя сохранилось плохо. На верхней правой картине показано первое купание Диониса. Новорожденного держит на коленях Гермес. Рядом три нимфы готовят младенца к омовению. На картине представлены также олицетворения Теогонии, Трофевса, Нектара и Ионатрофы. Нижняя левая картина представляет триумф Диониса в виде религиозного шествия. Впереди одна из спутниц бога, Менада и Сатир, держащий поднос с фруктами. Далее плохо сохранившаяся фигура Диониса, запряженной кентаврами колесницей. Позади Диониса, сидящий на муле, Трофевс и девочка с корзиной на голове. Последняя картина внизу справа изображает наказание Марсия Аполлоном. Марсия играл на флейте столь совершенно, что осмелился вызвать Аполлона на состязание. Судьями были музы, и Марсий победил. Но затем Аполлон стал играть на кефаре и петь, после чего Марсий проиграл состязание. Тогда Аполлон велел подвесить Марсия на высокой сосне и содрать с него кожу. На картине представлен выносящий приговор Аполлон и два скифа, ведущие Мидаса к дереву, чтобы содрать с него кожу. Слева от Аполлона олицетворение заблуждения. У ног Аполлона колено приклоенный Олимп, ученик Марсия, молящий о пощаде для своего учителя. Напротив дома Иона находятся руины большого здания, дом Тесея, открытого экспедицией польских археологов. В 1966 году предполагается, что это здание с богатым убранством могло являться виллой римского проконсула на Кипре. Дом, постройка которого датируется концом 3 века, был разрушен землетрясениями в 4 веке, затем вновь отстроен, а окончательно разрушен в 7 веке во время арабских набегов. Дом является одним из крупнейших на Кипре сооружений римского периода. В центре здания находится пересильный внутренний двор, окруженный помещениями административного хозяйственного обряда в жилого назначения. Дом включал в себя свыше 100 комнат. В юге-восточном крыле здания найдены руины терм. Напольные мозаики дома относятся к 3-5 векам. Наиболее известный из мозаик, датированное 3 веком, изображает поединок Тесея и Минотавра. Сцена поединка помещена в круг, узор которого является схематичным представлением лабиринта. В центральном медальоне фигура Тесея, позади ее фигура лабиринта в образе Старца. В левой верхней части мозаики размещено изображение Ариадны. В правой верхней части олицетворение острова Крит в женском образе. В правой нижней части мозаики поверженный Минотавр. Мозаика, вероятно, была восстановлена после землетрясения 4 века. Техника кладки восстановленных фрагментов, например, головы Тесея, напоминает византийское. Самое большое помещение дома предположительно служило залом для аудиенций. Пол этой комнаты был выложен мраморной плиткой. В северной части помещения находились напольные мозаики, из которых хорошо сохранилась лишь одна – со сценой первого омовения Ахилла. Композиция напоминает изображение первого омовения Христа в византийских храмах. В левой части мозаики кормилица держит новорожденного Ахилла. Правее – фигура родителей Ахилла – Пелея Фетиды. За изображением Пелея представлены три Мойры – богини судьбы. Мозаика датируется V веком. Другие мозаики главного зала почти не сохранились. Изображали сцены жизни Ахилла. Ахилла – это Ахиллес, персонаж древнегреческой мифологии, участник Троянской войны, один из главных героев Илеады Гомера. Принадлежал к роду Иокидов, был сыном Пелея и Нереида Фетиды. Дом Тесея достаточно большой. Даже среди обломков осталось, что можно посмотреть. А пока идут фото и видео на экране, я расскажу вам немного о самом Тесее. Тесей или Тезей – персонаж греческой мифологии, центральная фигура оттического мифологического цикла. Трезенская царевна Эфра из рода Пелопидов родила Тесея сразу от двух отцов – земного, царя Афин Эгея, и божественного, морского бога Посейдона. С детства этот герой отличался храбростью и силой. Возмужав, Тесей проделал путь до Афин. В пути победив множество чудовищ и злодеев, в том числе разбойника Прокруста. Узнанный земным отцом, он отправился на Крит, где благодаря помощи царевны Ариадны убил чудовище по имени Минотавр, жившее в Кносском лабиринте. На обратном пути Тесей оставил Ариадну на одном из островов. Подплывая к Атике, он забыл поменять черный парус на своем корабле на белый. Из-за этого Эгей покончил с собой от горя, и Тесей стал царем Афин. В этом качестве он организовал синаикизм. Разрозненные атические общины объединились под его властью в рамках Афинского полиса. По данным разных авторов, Тесей участвовал в Калидонской охоте, кентавромахии, походе аргонавтов, войне с амазонками. Одна из амазонок стала его женой и родила сына Ипполита. Позже Тесей женился во второй раз на сестре Ариадны Федре. Та влюбилась в его пасынка и, не найдя взаимности, оклеветала его, после чего покончила с собой. Тесей проклял Ипполита, и тот погиб. Когда Тесею было уже 50 лет, он совместно с другом Перефоем похитил юную Елену, чтобы сделать ее своей женой. Потом друзья отправились в царство мертвых за Персифоной для Перефоя. Но там оказались прикованы к скалам. Через несколько лет Тесей освободил Геракл. Тесей не мог вернуться к власти в Афинах и оказался на Скиросии, царь которого, Ликомет, столкнул его со скалы. В историческую эпоху Тесей стал одним из самых популярных мифологических персонажей Эллады, символом афинской государственности. В Афинах, по крайней мере, с 470-х годов существовал его культ. Мифы о Тесее стали источником сюжета для множества произведений изобразительного искусства Греции и Рима. Для ряда трагедий, в том числе Эсхила, Сафокла, Еврипиды, Синеки. Наибольшую популярность обрели легенды о Бариаднии и особенно о Федрии и Ипполите, в которых Тесей был героем второго плана. Они использовались и в эпоху Нового Времени, в драматургии, в музыке и живописи. Дом Орфея. Рядом находится еще одно здание, руины которого находятся ближе к морю. В плане есть небольшой атриум, окруженный множеством комнат, жилища, руины которого были найдены еще в 1940-х годах, было построено в конце II века. Археологические раскопки этого объекта были начаты сравнительно поздно, в 1982 году. В атриуме дома Орфея сохранились фрагменты колонн Перистиля. Восточная часть здания, где находились небольшие помещения, предположительно спальни, вследствие хищения строительных материалов, оказалась почти полностью разрушена. В лучше сохранившей северной части находились термы и гостиные. Полы большей части комнат были земляными. Лишь три комнаты в северной части дома были украшены напольными мозаиками. На самый большой из мозаик, по которой жилище получило свое название, изображен играющий на лире Орфей. Его окружают дикие животные, зачарованные музыкой. В верхней части мозаики греческими буквами выложено имя владельца дома. Тита, Гая, Реститута. На соседней мозаике изображена облаченная в африткийскую шапочку амазонка. В руках она держит двойной топор. Мозаик имеет близкую к прямоугольной форму. Изображение окружено волнообразным геометрическим орнаментом. Представленный образ амазонки не характерен для мозаик римского периода. Амазонки почти всегда изображались верхом на лошади, в сценах охоты или битв с элинами. В другой комнате находится мозаика со сценой борьбы Геракла и немецкого льва. Иконография этой мозаики напоминает мозаичные сцены охоты на мозаиках в доме Диониса. На представленной сцене герой, бросивший свою дубинку, готовится задушить льва. Над фигурой Геракла изображена амазонка со своим конем. Третья мозаика дома плохо сохранилась, так как находилась близко к поверхности земли. Она составлена из светло-зеленых кубиков с геометрическим узором в виде восьмигранников, разделенных квадратами. Дом Диониса. Наиболее известные мозаики археологического парка Пафоса находятся в так называемом доме Дионис, разваленных жилища богатого горожанина Пафоса, относящихся к римскому времени. Именно с этого объекта, когда в 1962 году во время строительных работ были случайно найдены мозаики, начались археологические раскопки на территории нынешнего археологического парка. Первоначально было сделано предположение, что дом принадлежал римскому проконсулу, резиденция которого располагалась в Пафосе. Однако обнаружение руин дворца проконсулу и еще нескольких домов с богатым мозаичным убранством позволило сделать вывод, что подобные украшения были обычные для жилищ богатых горожан Пафоса. Дом Диониса датируется II веком и построен на фундаменте постройки в I века. Усадьба площадью 2000 квадратных метров занимала целый городской квартал. В доме насчитывалось 40 комнат и 15 мозаичных полов, 556 квадратных метров мозаик. Кроме мозаик в доме было найдено множество предметов быта, ныне экспонируемых в археологическом музее Пафоса. Дом Диониса был разрушен во время крупных землетрясений 332 и 342 годов, от которых сильно пострадал весь город. В центре жилища размещался окруженный колонным портиком атриум. Остальные комнаты, спальни, кухни, мастерские и ванны располагались вокруг него. От колонн перекрытий портика остались лишь разрозненные архитектурные фрагменты, найденные при раскопках. В потолке атриума имелось отверстие для стока дождевой воды – камлювий, а под ним, в середине двора, был размещен небольшой прямоугольный бассейн для сбора воды – имплювий. В доме имелась канализационная система. Комнаты, помимо мозаик, были украшены и настенными фресками. Кроме атриума, в доме было еще два открытых дворика и бассейн для разведения рыб. Самые древние мозаики дома Диониса имели простой геометрический рисунок и набирались из гальки белого, черного и коричневого цветов. Для создания более поздних мозаик применялись несимметрично обрезанные камни. Эти мозаики были цветными или черно-белыми. Предполагается, что большая часть работы по созданию мозаик выполнялась подмастерьями. На предварительно выровненную поверхность пасселирования наносились слои из небольших камней и известкового раствора. Древнейшие мозаики дома Диониса расположены близ хода жилища. Одна из них изображает мифологическое чудовище Скиллу. Рядом небольшое, обрамленное простым геометрическим узором изображение двух дельфинов. Эта мозаика считается одной из самых древних на Кипре и датируется концом 4-го, началом 3-го века до нашей эры. Она набрана из коричневой, черной и белой гальки. Напротив, мозаика уже римского времени, на которой представлен Нарцисс, сын речного бога Кефиса. Любующийся своим отражением в озере. Рядом находится мозаика с изображением четырех времен года, размещенных по углам мозаики и картиной в центре, олицетворяющей время. Пол атриума украшен мозаиками со сценами охоты. Такие сюжеты пришли на Кипр, как и в другие части Римской империи из Северного Египта. Этим можно объяснить наличие изображений животных, никогда не встречающихся на острове. Мозаичные клейма атриума обрамлены орнаментальными поясами. Центральное изображение западной части атриума содержит четыре выразительных сцены. Аполлон и Дафна, Посейдон и Амимона. Дионис и Икарий Перам и Физба Крупнейшим является панно с изображением Диониса. В центре мозаики фигура Икария, давшего приют прибывшему в Афины Дионису. Дионис в благодарность обучил Икарию искусству виноделия, но предупредил его быть осторожным с вином. Икарий, странствуя по Аттике, угостил вином двух пустыков. Те, опенев, приняли Икария за отравителя и убили его. Икарий изображен на мозаике полным бородатым старцем. Слева от фигуры Икария показаны пьющее вино Дионис и нимфа Акме. Справа от Икария фигуры опьяневших от выпитого вина пастухов. Над всеми фигурами находятся пояснительные подписи. Так, выше фигур пастухов нанесена надпись «Первые выпившие вино». Вся картина выдержана в спокойных тонах. Остальные сюжеты, центральные вымостки, трактованы в более драматичных тонах. Один из них посвящен морскому богу Посейдону и дочери аргосского царя Аммоне. Согласно мифу, во время страшной засухи в Арголиде царь Данай отправил своих дочерей на поиски воды. Аммоне во время ее поиска встречается Посейдон, открывший девушке источник в Лерне. К югу от Аргоса. В центре мозаики Посейдон с трезубцем направляется к Аммоне. Рядом Амур держит в руках прямоугольный зонтик и факел. Нанесено также изображение сосуда, символизирующего воду. На следующей мозаике показана история вавилонян перама и физбы, переданная Овидием в метаморфозах. Влюбленные друг в друга, молодые перам и физба условились встретиться вечером близ родника. Пришедшая первая к роднику физба испугалась, приблизившись к роднику левицы с сокровавленной пастью, и спряталась в пещере. На месте встречи она обронила свой шар. Перам, увидев левицу, терзающую шарф физбы, решил, что его любимая погибла и в отчаянии заколол себя ножом. Вернувшись, физба увидела мертвого перама и отправилась за своим возлюбленным. Убив себя тем же ножом. На мозаике переданы разновременные сцены. Справа лежит еще ничего не знающий о случившейся перам, в традиционной позе речного бога с сосудом, из которого вытекает вода. Слева убегающая физба, фигура ее полна движением. Художнику удалось передать страх девушке. В центре композиции помещена львица, терзающая шарф физбы. Мозаика отличается разнообразием цветов. Светлые окраски фигуры физбы противопоставлены выдержанные в более темных тонах изображения перама. На четвертой мозаике центрального панно «История Аполлона и Дафны». Дочь речного пинея Дафна поклевась остаться целомудренной. Убегает возлюбленная в нее Аполлона. Она просит помощи у отца, и ноги ее, подобно корням, врастают в землю. Руки и волосы превращаются в листья. Тело становится стволом. Дафна становится лавровым деревом. Сцена превращения Дафны и отображена на мозаике. Справа от Дафны, застывшей с луком и изумленно наблюдающей за превращением Аполлон. Слева от Дафны изображен ее отец, речной бог Пиней. Через богато украшенный западный портикатриума гости попадали в Таблину. Парадное помещение дома, служившее столовой. Пол этой комнаты, одной из самых больших в доме, украшен богатым мозаичным ковром. С трех сторон, с центральной часть мозаики, окамбляет широкая мозаичная лента с орнаментальным узором в виде виноградных стеблей. С четвертой западной стороны рисунок ленты не сохранился. В центре плохо сохранившаяся сцена сбора винограда. По уцелевшему фрагментам можно судить о высоком мастерстве художника, живопередавшего фигуры сборщиков винограда. Клюющих ягоды птиц, животных, выделяется фигура амура, держащая за хвост большого павлина. У восточной стены помещения при ходе. В Таблину находится мозаика с изображением триумфального шествия Риониса. В центре сам бог вина на запряженной двумя пантерами колеснице. Его сопровождают играющие на различных музыкальных инструментах сатиры и вакханки и козлоногий бог Пан. Рядом с картиной триумфа Диониса в отдельных клеммах помещены изображения диаскуров. Мозаика, расположенная в одном из коридоров, иллюстрирует миф о Федре и Ипполите. Федра, супруга афинского царя Тесея, влюбилась в сына своего мужа от первого брака Ипполита. В отсутствие мужа она отправила ему любовное послание, но Ипполит отверг ее любовь. И тогда Федра оклеветала его перед Тесеем, сообщив, что Ипполит отправил ей любовное письмо. Разгневанный Тесей призвал бога Посейдона, и тот послал большую волну на берег, где проезжал Ипполит. Его кони, испугавшись волны, понесли, и юноша разбился о скалы. Федра, узнав о случившемся, покончила жизнь самоубийством. На мозаике изображен Ипполит с посланием Федры. Справа сидит задумчивая Федра, над ней символизирующая ее чувство амур с горящим факелом. На мозаике в одной из комнат к северу Ататриума показан момент похищения Ганимеда Зевсом, превратившимся в орла. Мастером искусства передан полет большой птице, простершие крылья над хрупкой фигурой юноши. Изображение обрамлено сложным орнаментом из восьмигранников и меандров. К западу Ататриума располагались кухни и подсобные помещения, имевшие в основном земляные полы. В одной из комнат, однако, можно увидеть черно-белую мозаику с простым геометрическим орнаментом, модуля из которых она сложена в два раза больше по сравнению с другими мозаиками. Во время сооружения навеса над раскопками здесь была найдена амфора, в которой археологи обнаружили 2500 золотых монет, относящихся ко времени Птолемеев. Монеты от Чеканины в Пафосе, имевшем собственный монетный твор и датируются 204-88 годами. В соседней комнате мозаика со сложным геометрическим узором, более характерным для Франции, нежели для Восточного Средиземноморья. Восточнее Атриума находились спальни владельцев, их личные комнаты и ванны. Полы в этой части здания преимущественно из известкового цемента, уложенного на мелкую гальку. В центре расположен небольшой дворик с бассейном для разведения рыбы. На территории парка по пути на маяк встречается какой-то древний объект, возможно, использовался для сбора или ритуалов. Если вы знаете его предназначение, напишите в комментарии, очень интересно. Самое молодое строение на территории археологического парка Пафоса – это маяк. Был построен англичанами в 1888 году. Он помогал ориентироваться кораблям при заходе в порт Пафоса. Маяк невысокий, всего 20 метров в высоту. Но благодаря тому, что он стоит на возвышении, это позволяет ему светить с высоты 36 метров над уровнем моря, что делает его более заметным для кораблей. Гуляя по улочкам, можно понаблюдать за ним и вне археологического парка, так как в вечернее время он мигает с небольшим интервалом. Это самый известный из пяти маяков Кипра. На маяк можно забраться, сделать интересные снимки на память, а также полюбоваться на смотровой площадке шикарным видом. На территории археологического парка в северной его части находятся также несколько объектов, относящихся к первой половине второго века. Агора, Акрополь, Храм Асклепия, Асклепион и Театр Адеон. Адеон – здание для проведения певческих и музыкальных состязаний. Впоследствии использовалось для различных общественных целей. Все они были почти полностью разрушены во время землетрясений 4 века. Прямоугольная в плане Агора являлась главной площадью Неопафоса. Рядом с площадью находятся несколько рядов амфитеатра – остатки античного Адеона. Первоначально в амфитеатре было 25 рядов, отреставрировано 11 из них. В летний период во время представлений греческих трагедий, оперных и балетных спектаклей Адеон используется как трибуны, способные вместить 1200 зрителей. Агора – это рыночная площадь в древнегреческих полюсах, являющаяся местом общегражданских собраний, которые также по месту проведения назывались агорами. На площади, обычно располагавшейся в центре города, находились главный городской рынок, делившийся на круги по различным видам товаров и нередко правительственные учреждения. Агору, как правило, окружали также галереи с ремесленными мастерскими, а также храмы. Иногда по периметру Агоры возводились статуи. Очень часто Агора являлась административным и экономическим центром города. На Агоре публично выставлялось действующее законодательство полиса, высеченные в камне важнейшие декреты и прочие официальные постановления. Изначально Агора представляла собой открытую площадь посреди городской застройки со стихийной планировкой. Однако в классический период положение Агоры стало более обособленным, и позднейший тип Агоры, полностью обособленный с регулярной планировкой, сообщался с городом лишь посредством ворот. Для контроля за соблюдением порядка на площади назначались специальные должностные лица. Агорономы, метрономы, обязанностью которых было следить за правильностью употребляемых мер. Ситофилаки, наблюдавшие за хлебной торговлей и другие. Южнее Адеона расположены руины храма Асклепия. Сохранились лишь колонны и небольшие фрагменты стен. Асклепий в древнегреческой и древнеримской мифологиях бог медицины. По классической версии мифа, беременная Асклепием Каранида изменила Аполлону со смертным исхием, за что была убита. На погребальном костре Аполлон вынул с чрева Караниды Асклепия и передал его на воспитание кентавру Херону, который обучил мальчика искусству врачевания, в котором тот достиг небывалых успехов. В северо-западной части археологического парка можно увидеть остатки эллинистических городских стен, насыпи того же времени и рва с каменным мостом. Замок Саранта-Колонес. Замок сорока колонн. Византийская крепость, основанная в VII веке для защиты города и гавани Пафоса от арабских набегов и существенно перестроенная крестоносцами в 1200 году. После разрушения в результате землетрясения 1222 года замок больше не восстанавливался. Название замка связано с множеством гранитных колонн, преобладавших в его внешнем облике. Обломки этих колонн до сих пор в большом количестве находятся среди развалин этой крепости. Крепость, вероятнее всего, была возведена византийцами в первой половине VII века в целях защиты города и гавани от надвигающейся арабской угрозы. Поскольку обороной острова в то время руководил брат императора Ираклия I, Феодор, можно предположить, что строительство замка проходило под его непосредственным руководством. Вместе с двумя портовыми башнями и окружавший город стеной, замок стал основным элементом системы оборонительных сооружений Пафоса. Несмотря на видимую неприступность, крепость была взята и разрушена арабами в период их второго нашествия на Кипр в 653-654 годах. Спустя несколько лет замок был отстроен заново. Однако в 688 году, в соответствии с арабо-византийским соглашением о создании кипрского кондоминиума совместного управления островом, крепость была демилитаризирована, то есть фактически демонтирована. В 1965 году крепость была вновь полностью восстановлена и в 1191 году перешла под контроль Ричарда «Львиное сердце». В 1200 году новые хозяева замка, возможно, рыцари ордена госпитальеров или лузиньяны существенно перестроили и укрепили замок. Однако уже в 1222 году он был полностью разрушен мощным землетрясением. После полного разрушения замка крестоносцы, госпитальеры или короли лузиньяны не стали восстанавливать Саранто-Колонос. Вместо этого была возведена новая цитадель в западной части гавани, сохранившаяся в перестроенном виде до наших дней под названием Пафоский замок. Мы его тоже посетили, и о нем будет отдельное видео. А сейчас возвращаемся к руинам замка. По своему типу это сооружение в своем окончательном виде относилось к двойным крепостям. Общая площадь замка была примерно 60 квадратных метров, что приблизительно соответствовало размеру внутреннего замка крепости Бельвуар. Внешний замок состоял из крепостных стен в 3 метра толщиной с четырьмя массивными круглыми башнями по углам. В центре каждой куртины был еще по треугольной полу башни. Вокруг замка был глубокий ров, через который с западной стороны был перекинут деревянный мост. Квадратная внутренняя цитадель размером 35 на 35 метров включала себя четыре прямоугольные башни в каждом углу и одну полукруглую сторожку. Таким образом, всего в замке было восемь башен. Главные крепостные ворота располагались с восточной стороны и имели форму подковы. Во внутреннем замке располагались многочисленные военные и хозяйственные строения, в том числе казармы, пекарня, кузница, мельница для сахарного тростника, баня, конюшни, мраморные бассейны и многое другое. На верхнем этаже внутреннего замка находилась, помимо оборонительных сооружений, часовня. На нижнем и на верхних этажах находились несколько туалетов, соединенных с канализационной системой. А пока мы ходим и вы смотрите, расскажу немного о истории Кипра. Ранняя история. История острова начинается с эпохи до керамического неолита, поселения Хирокития. Памятники Кипра этого периода близки памятникам материковой Палестины. Неолит резко обрывается в результате похолодания с 6200 года до н.э., после чего в археологии острова наблюдается хронологическое зияние. Для эпохи неолита характерны статуэтки с распростертыми руками, такие как помостки идол. В раннем бронзовом веке вместо прежних круглых домов появляется новая архитектура культуры филея. До середин XX века археологи считали, что население бронзового века составляли минойцы, ввиду сходства Кипра-минойского письма с более ранним критским. Однако в настоящее время признано, что речь шла лишь о культурных контактах и заимствованиях с Крита, тогда как кипрская культура бронзового резко отличалась от культур Эгейского бассейна, зато имела немало общего с другими культами Леванта. По мнению ряда археологов, после минойской катастрофы XV века до н.э. на Кипре возникло государство Аласия, правитель которого именовался в XIV веке до н.э. братом фараона. Однако более распространена точка зрения, что города государства Кипра сохраняли независимость друг от друга, а Аласия была лишь наиболее влиятельным из них. В XIII веке до н.э. остров в краткое время был поочередно вассалом то хетов, то враждебных им египтян. В ходе бронзового коллапса на остров проникают народы моря, в составе которых были и греки-ахейцы. Тем не менее, в отличие от большей части Средиземноморья, на Кипре вместо культурного разрыва с предыдущей эпохой наблюдается медленное врастание ахейских инноваций в местную культуру, а сам остров переживает расцвет из-за гибели бывших конкурентов на материке – хетское царство и Египет. Кипро-Минойское письмо продолжает использоваться захватчиками, однако форма знаков постепенно меняется. Примерно с IX века до н.э. на Кипре появляются надписи на аркадо-кипрском диалекте греческого языка, выполненные местным кипрским письмом, однако местный этиокипрский язык засвидетельствован вплоть до IV-III веков до н.э., при этом культурно Кипр довольно сильно отличается от материковой Греции, хотя постепенно и усваивает общегреческие культурные инновации. Параллельно происходила финикийская колонизация Кипра. Появились так называемые десять городов-государств Кипра. В античное время. В 526 году до н.э. после разгрома Египта Кипр вошел в состав персидской сантрапии Ионии. В 449 году до н.э. в конце греко-персидских войн афинский десант из 200 кораблей захватил Кипр и отразил персидскую контратаку из Киликии. Однако в 380 году до н.э. персидский царь Артаксеркс II вновь вернул остров в состав Персии на пробах автономии. В 350 году до н.э. на Кипре вспыхнуло антиперсидское восстание, которое было подавлено в 344 году до н.э. В результате походов Александра Македонского Кипр был отторгнут от Персии и присоединен в 321 году до н.э. к коллинистическому Египту. На рубеже 4-3 веков до н.э. Кипром на время завладели селевкиды. В 58 году до н.э. Кипр стал римской провинцией. Кипр в средние века. После распада Римской империи на восточную и западную части Кипр в 395 году оказался под властью Византии, став ее частью. Этот период продолжался почти 800 лет, прерванный периодом арабского доминирования в 648-965 годах. В это же время Кипрская Православная Церковь получила статус автокефальной на Эфесском соборе. В 688 году Кипр захватили арабы. Император Юстиниан II и халиф Абд-Аль-Малик сумели достичь беспрецедентного соглашения. В следующие 300 лет Кипр был под властью одновременно и арабов, и Византии в качестве кондоминиума. Несмотря на постоянные материковые войны между двумя сторонами, этот период длился вплоть до 1965 года, когда возрождающаяся Византия окончательно завоевал весь остров, образовав на его территории Фему Кипр. В 1185 году последний византийский правитель Кипра Исаак Комнин Кипрский поднял восстание и попытался захватить трон. Его попытка государственного переворота оказалась безуспешной, однако Исаак сумел удержать контроль над островом. Действия Византии против Комнина потерпели неудачу, так как он заручился поддержкой Вильгельма Второго Доброго. Император имел соглашение с султаном Египта, согласно которому должен был закрыть Кипрские гавани для крестоносцев. Кипр под властью крестоносцев. В 1191 году во время правления Исаака Комнина Кипрского английский король Ричард I Львиное Сердце занял остров во время Третьего крестового похода. В апреле 1191 король Ричард прибыл на остров Родос и 6 мая 1191 года занял Лемисос, современный Лемасол. Исаак Комнин прибыл слишком поздно и отступил в крепость Колосси. Ричард Ильинное Сердце получил военную помощь от короля Иерусалимского и от своего вассала Гиде Лузиньяна и одержал победу над византийскими силами. Комнина заковали в серебряные цепи, так как король Ричард обещал никогда не заковывать его железо. После поражения Византии Ричард I в июне 1191 года отбыл святую землю с большей части своей армии, разграбив остров и перерезав всех, кто осмелился сопротивляться ему. Кипр остался базой в тылу для крестоносцев. Перед отравлением Ричард I женился на Берингарии, старшей дочери короля Санчо VI Наварского. В 1192 году бывший король Иерусалима Гиде Лузиньян выкупил остров у ордена темплиеров, основав тем самым Кипрское королевство, а его брат и наследник Амори I Далузиньян в 1197 году короновался первым королем Кипра. Наивысшего политического и экономического могущества Кипрское королевство достигло в период правления потомков Амори I, королей Кугу IV и Петра I. После поражения Кипра в Генуэзской войне в 1373-1374 годах экономическое положение королевства было безвозвратно подорвано, что привело к политическому закату государства. Лузиньяны правили кипрским королевством до 1489 года, когда последняя королева Кипра Катерина Карнара отреклась от престола и передала Кипр Венецианской республике. На этом по истории Кипра пока закончим. Дальше у них начинался Венецианский период, Османский период, британское колониальное господство, нарастание межобщинной напряженности в 60-х и 74-х годах, греко-турецкий конфликт и сегодняшние дни. Возвращаемся к нашему парку. В южной части парка близ входа находятся также руины базилики Панагия Лиминиотиса. Этот трехнефный храм, построенный в 5 веке в 653 году, был разграблен, разрушен арабами и использовался ими как конюшня. В конце VII века после ухода арабов базилика была восстановлена. Храм был окончательно разрушен во время землетрясений в 1159 и 1222 годах. До наших дней дошли фрагменты фундамента, колонны и мозаичные полы с геометрическим орнаментом. На этом наша первая глава подходит к концу. Вся информация взята с Википедии, ссылочка будет в описании. Если вам понравилось и заходят такие видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Чем вас больше, тем больше энтузиазма делать новые ролики. А впереди нас ждут очередные приключения по острову. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова